Путин включил в состав Совета Безопасности Михаила Ковальчука, с братом которого Юрием, как считается, у президента тесные связи. Можно сказать, что приход в совбез одного из таких доверенных лиц Путина будет менять расклад сил. И тут вопрос, а для чего менять расклады? Кто-то считает, что приход Ковальчука в совбез означает начало трансфера власти, переход политической системы. Однако и переоценивать это назначение тоже не стоит. Своим мнением о ситуации с накануне поделился политолог Павел Салин. Там осенью выпустил скандальную публикацию. Не так давно было назначение Нургалиева первым замсекретарем Салбеза, то есть первым заместителем Патрушева. А господин Юрий Аверьянов покинул этот пост и отправился в Единую Россию на усиление Медведева. Если предполагать, что это начало какой-то кадровой комбинации, мы не понимаем другое ее содержание. Чем это будет уравновешено, чем будет сопровождаться, каким кадром изначения, мы пока не знаем. С одной стороны, можно предположить, что это усиление позиции Путина, потому что Ковальчуки — это его люди, больше ничьи. Они не входят ни в всю клиенту, кроме путинской. И что есть ослабление тогда оппозиции немного Патрушева. Но это пока предположение. Окончательные выводы можно делать, когда перестановки обретут окончательные, когда станет ясно, что больше в Салбезе происходить ничего не будет. Пока рано еще говорить. Нужно смотреть, может быть, после послания или накануне послания, в общем, в контексте президентского послания эти перестановки будут продолжены. Но, возможно, это подготовка к пресловутому транзиту. То есть транзит — это изменение политической системы, трансформация политической системы при сохранении ее нынешних бенефицаров, как власть задумала, чтобы имитировать изменения, но при этом не менять ничего. И транзит будет сопровождаться выстраиванием новой конфигурации его власти, новой системой сдержек противовесов. В том числе будет трансформироваться в Салбез, и элементом подготовки к этому могут служить как раз перестановки, в том числе и назначения Михаила Ковальчука. Следует понимать, что он относится к братьям Ковальчукам, а Юрий Ковальчук сейчас является одним из наиболее доверенных лиц Путина. Наверное, один из двух. Поэтому это вот... О многом может говорить. Но пока нужно сделать предварительное предположение и наблюдать дальше, потому что все может быть обнулено, отыграно назад. Подписывайтесь на YouTube-канал накануне и следите за новостями в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok